Всем привет! Пополнение плейлиста о музыкальных обзорах. Я сейчас под перевод Снегопада, предпоследней головы, скажем так, 18-я, наверное, да, 18-я глава, поставила диск Space King'а. Все те же диски, скажем так, все тот же диск, все те же диски, которые мне привезла Таня Китаева, и, как тут выяснилось, у ее мужа все-таки не звукозаписывающая студия, а всего лишь лейбл, и это не только лейбл ее мужа, но и еще двух каких-то там человек. И лейбл у нас без студии звукозаписи, внезапно, для меня совершенно так вот. Никогда не думала, что такое возможно, что студия звукозаписи вне лейбла или лейбл без студии звукозаписи. Короче говоря, вот так вот выглядит диск. На него тоже слегка ругался мой товарищ-системник. И файлы тут тоже, по-моему, в вейв-формате. То бишь, этот диск у вас прослушает все, что угодно, кроме обычного магнитофона, который, допустим, воспринимает аудио-сиди. Что хочу сказать. Хорошее качество записи. Хорошая музыка. Вот в таком он файлике был, ну так, типа обложка такая. Вот здесь у нас такая, типа, тень короля. Шапка Мономаха или типа того. У меня почему-то ассоциация и такая параллель явная пошла с королем духов, или как там его звали, в аниме Fairy Tail. Так как альбом 2011 года, я не помню, с какого года у нас Fairy Tail как аниме существует, но я не думаю, что, не уверена, не знаю, вряд ли эти товарищи смотрели аниме, и вряд ли кто-то еще, кроме меня, видит эту вот связь звездного духа главного, тех, которые Люсе подчинялись из аниме Fairy Tail. И вот это обложочки. Но мне почему-то так вот кажется, что вот какой-то такой незакос, но что-то общее есть. Вот у меня ассоциации лично мои. В общем, у нас этот Space King. Тут у нас 7 треков. Что хочу сказать? Я себе, как обычно, выписала шпаргалку. Шпаргалка на листике на оборотной стороне. В общем, третья тема мне очень напоминает песни с альбома Металлики Релот. И вообще Металлики того времени. Ну, если кто не слышал Металлику, гляньте, загуглите, я думаю, проблемы особо не составит. А кто слушал, я думаю, поймут, о чем я. В общем, тут у нас, как я говорила, 7 треков. В общем, все, кроме третьей. Очень сильно вторичные. Третья мне вообще чистый закос. Музыка вся очень вторичная. Такой конкретный хэви-металл. Слушается очень хорошо, легко, он мозги не загружает. Можно читать, что там в ВКонтакте, во Флудилке пишут. Девчонки, можно переводить, не напрягая мозг дважды, что и музыка тут фоном идет, и ты что-то переводишь такое. В общем, под фон нормально так пойдет. Учитывая, что я была такая вялая, хоть и поевшая, но очень сильно хотела спать. И подружка мне советовала, типа, продрыхнуть до вечера. Но я знаю себе, если часа в 4 лягу спать, то я потом буду, как обморок на каникулах, хуже, чем была. В общем, пока я соображала понюхать мятное эфирное масло, зафигачить себе эфирную лампу, точнее, рома-лампу с каким-нибудь обычным эфирным маслом или рома-палки, фоном под свой перевод. Я как-то ожила. Спасибо музыке этих ребят. Я не знаю насчет, кто у них там композиторы, вообще, где они берут эти все ноты, но, знаете, чисто такое вторичное все. Я нагуглила в Яндекс их группу в ВКонтакте, ссылку в инфобоксе оставлю. Нагуглила даже какой-то форум, где потеряли какого-то вокалиста Женю перед каким-то там концертом 2011 года. Ну и альбом-то на 2011... Нет, ну вообще тут написано 2013 год. Почему-то у меня нагуглили где-то что 2011. Фиг знает, какого года этот альбом, на самом деле, 11 или 13. Но, в принципе, сам по себе нормально. Я себе его оставлять не буду, потому что тупо я до того, как еще Таня ко мне собралась приехать, вот это задарить все, добро у меня, как бы до хрена всяких аудио-CD, mp3 и тому подобное, я собираюсь в них разбираться, возможно, даже обозревать, и по большей части или раздаривать, или тупо выложить на авито, типа вот отдам за спасибо или как-то так. Также у меня еще назревает обзор пластинок виниловых. Я их как-то пыталась на авито выложить, меня какой-то товарищ пытался развести. Короче, афилист какой-то мне писал очень долго, пока его не забанила. Таня я говорила про эти пластинки, и обзор пластинок тоже будет. Скорее всего, также в этом же, наверное, плейлисте. Потому что плейлист коллекции, не знаю, можно ли его включить. В общем, если вам интересно, пройдете по ссылке, послушайте. Там, в принципе, есть такие же вконтактике, как бы клипы, такой видеоряд под музыку первой песни. Да, и тут где-то местами они поют, действительно поют. Не как вот инструменталка у меня в одном из дисков была, в одном из первых, ну, так как в плейлисте пока не считая, пока еще не выложила, просто пишу этот видос. В плейлисте у меня там только два видоса обзорных, музыкальных. В общем, один из трех дисков был исключительно инструментальный. Тут, по большей части, конечно, инструментал, но местами есть голос. Поют они на английском, по-моему. В принципе, поют неплохо. Опять же, если не считать, что музыка и вот это все кажется конкретной такой вторичностью, не считать вот эту вот вторичность музыки, вполне себе очень хорошая группа, хорошая диск и тому подобное. Но я что-то у них полазала по группе, у меня ощущение сложилось, что они как бы чисто из их писанины, что они там кому-то в комментах отвечают, что они как бы не функционируют с 2016 года как группа. Ну, видимо, как-то некая группа, они, видимо, все же функционируют, потому что зашла на страничку создателя или кто он там этой команды. Да, как я поняла, группа питерская. Судя по информации на страничке канала, в смысле на страничке этой группы. Да, кстати, нажала даже на ютубе канал, но я не поняла, это исключительно их или там просто выкладывали клипы на разные песни разных расистских музыкантов такого стиля, скажем так. В общем, я поняла, что они слегка еще функционируют. Там какой-то миньон вроде, как они обещают нам записать, то бишь вам или тем, кто их слушает. Но как группа они при этом не есть. В общем, тут у нас Иван Захаров, басист, акустическая гитара и чего-то еще. Сергей Туманов, гитара, Илья Якунов, хрен знает, гитара. И потом еще один Илья Макаров, ударный. И Денис Демчев, наверное, тоже чего-то такое. Я не знаю, как расшифровываться. FX. В общем, он дважды этот FX вылазит. Что такое FX? Может, мне там кто-нибудь скажет в комментах. Может, я от жизни отстала. Но кто-то там поет, но почему-то вокалист тут не учитывается. Может, FX теперь обозначает вокалиста. В общем, как-то так. Может сказать, я им ставлю 5, даже не считая то, что они вторичные. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!